Даниил Акишев на вопросы отвечал около двух часов. По его словам, их пришло больше, чем ожидалось. Что, впрочем, неудивительно. Тема финансового положения страны для колоссанцев одна из самых злободневных и наболевших. Предвещая вопрос журналистов о ситуации на валютном рынке, глава Нацбанка рассказал, что тенге укрепился и значительного роста цен в стране не ожидается, хотя инфляция пока остаётся высокой. Национальный банк продолжает проводить политику свободно плавающего обменного курса. С одной стороны, это позволяет сохранять наши золотовалютные резервы, с другой – поддержать конкурентоспособность наших товаров. Ситуация на валютном рынке в августе 2016 года была стабильной. Тенге за август укрепился на 3,4%. С 352 тенге 25 тен до 340 тенге 10 тен за доллар США. Ситуация в сентябре также спокойна. Уровень обменного курса в настоящее время отражает влияние стабилизировавшихся в последнее время внешних факторов, такие как мировые цены на нефть и курсы валют в странах торговых партнёрах. Также Акишев добавил, что несмотря на то, что при расчёте бюджета на 3 года был заложен курс в 340 тенге, это не говорит о том, что он останется без изменений. По-прежнему на него могут влиять внешние факторы. А на вопрос, в чём хранить сбережения простым казахстанцам, главный банкир ответил, что рекомендует разделить деньги по принципу 50 на 50. Интересовал население и срок изъятия из обращения купюр номиналом в 2, 5 и 10 тысяч тенге. Что для этого нужно? Иметь хорошее образование, знать английский язык, быть целеустремлённым и настойчивым. Мы планируем привлечь молодёжь на такие ключевые направления, как разработка денежно-кредитной политики, обеспечение финансовой стабильности, надзор за финансовыми организациями, управление золотовалютными активами, а также высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. Много вопросов пришло от студентов, которые интересовались, на какую тему писал свою дипломную работу Даниэр Акишев. Как оказалось, ещё в 1996 году будущий председатель Нацбанка испытывал трудности при её написании в связи с дефицитом теоретической информации. Молодёжь задавала вопросы о том, как устроиться на работу в главный финансовый институт страны. К радости многих Акишев объявил об акции по поиску талантливых молодых кадров и пригласил всех желающих принять участие. Акишев заверил, что вполне реально трудоустроиться без блата и поддержки. С 3 октября действительно прекращается хождение этих купюр в обращение. Однако граждане ещё в течение года могут эти купюры обменивать свободно в банках второго уровня. А затем предоставляется очень длинный период, когда эти купюры могут быть всегда обменены в филиалах Национального банка. А с наиболее подходящими кандидатурами Акишев пообещал лично провести собеседование. Многие вопросы вызвали улыбку у главы регулятора. Например, нравится ли ему его работа, просьба рассказать секрет успеха и кто, по его мнению, добивается в жизни всего – отличник или троечник. Акишев ответил, что он за отличника.